Девушки отдыхают И ее придумал в 1991 году Марк Абрахамс Посмотрев и прочитав некоторую информацию Могу сделать вывод, что это что-то вроде карнавала Весь шуточный оркестр, оперное пение, много смеха Но нынешние правила этой премии говорят о том Что ее вручают за достижения, которые заставляют сначала засмеяться А уж потом, ребята, задуматься Я же хочу вам рассказать о Игнобелевской премии 2017 года по физике Которую достоился Марк Антуант Маргин за исследование ареологии кошек Я себе голову сломал, изучая жидкие материи И обратил внимание на поведение котов в разных местах Поискал в интернете, ничего не нашел И решил серьезно заняться этим вопросом И в итоге получил эту награду С недавних пор и у меня есть кот И это открытие для меня тоже интересно Вы спросите, что это такое ареология? А это раздел физики, который изучает деформацию и текучесть вещества Самый главный вопрос, который заинтересовал Марка Могут ли кошки быть одновременно жидкими и твердыми? Ха! Зная, звучит смешно Как-то глупо Ну давайте вместе разбираться Ученый доказал, что с точки зрения физики Коты являются жидкостями Ну а как вы думаете, они бы забирали самые разные емкости? Если вы обратите внимание на своих питомцев То как только кот попадает в коробку, сумку Его тело приобретает форму этого ограниченного пространства Все мы знаем, ребята Что эти загадочные зверюшки Могут просочиться в любую запретную щель Ухитряясь занять своим нахальным пашистым организмом Любую емкость Понимаете? В жидком состоянии вещество Занимает определенный объем И принимает форму емкости, в которой находятся При этом взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята Также Фордин решил рассчитать для кошек Так называемое число Деборы Это параметр, который показывает степень текучести вещества И как оказалось, что кошки, будучи твертыми телами Могут выходить за рамки обычных физических границ И вести себя, как самая настоящая жидкость То есть с точки зрения физики Они могут считаться и твердыми, и жидкими Вот такие дела, ребята Наблюдение, что кошки это жидкость Получило вполне научное подтверждение Кто-то скажет из вас, что за бред Но осталось дело за малым Рассчитать, как и при каких условиях Кошка превращается из твердого тела в жидкое и обратно Ну а тот, кто это сделает Имеет все шансы получить следующую Игнобелевскую премию по физике Надеюсь, вам понравилось, ребята, мое видео И в главной роли мой домашний любимец Кот Марсик До новых встреч! Всем пока-пока!